Родители, воспитывающие детей с расстройствами аутистического спектра, отмечают, что с ними в городе проводится большая системная работа. Занятия дельфинотерапией, плавание в бассейнах, посещение культурных мероприятий, а также тренинги и консультации. Все это есть, но, как показывает практика, нужно больше. При такой активности сочинского образования и здравоохранения, отмечает Сергей Морозов, помощь можно сделать более эффективной и результативной. В целом, проблема аутизма сегодня активно стала обсуждаться на уровне государства. Частота встречаемости таких людей значительно растет. Сегодня расстройствами аутистического спектра страдает 1% населения Земли. Создана при вице-премьере страны специальная межведомственная рабочая группа по проблемам аутизма, с началом работы которой многое стало меняться, отмечают ученые. Сергей Морозов этой проблемой занимается более 30 лет профессионально, а как родитель и того больше. В случае он впервые с помощью этого базового практико-теоретического семинара планирует заложить здесь фундамент для дальнейшей работы. Я даже затрудняюсь, как назвать, курс повышения квалификации семинара. Это не суть важна. Главное, чтобы появилось какое-то количество специалистов-энтузиастов и какое-то количество родителей, которые могут налаживать с этими специалистами действительно содержательные, действительно продуктивные, эффективные отношения. Если это получится, то я считаю, что наша цель будет достигнута. Необходимо, считает профессор, создать на юге России специальный центр. На то, что Сочи в будущем может стать площадкой по работе с детьми-аутистами, надеются и собравшиеся родители. Пока же рассчитывают на помощь в виде квалифицированных советов. Мы ждем, прежде всего, это создание системы работы с такими детьми, которая у нас сегодня идет хаотично. Она именно на опыте Сергея Алексеевича Морозова, а также его команды, мы хотим именно создать систему работы. Потому что у нас есть определенные специалисты в Сочи, которые этим направлением занимаются, много лет занимаются. Но какого-то такого подхода, который позволял бы выстроить логистику в этом направлении, у нас на сегодняшний день не было. Надеюсь, этот семинар этому поможет. Добавлю, что 2 апреля объявлен Всемирным днем распространения знаний об аутизме.